всем привет еще раз наверное я выпущу рубрику на лето кота видно сволочь не хочет со мной сидеть будем обсуждать частая тема вот как вот люди говорят действительно все круто млм сферу вообще я сейчас такое начинаю слышать серию вы мне еще вчера придет поэтому я уже не спрашиваю на самом деле друзья хочу вам сказать что просто идет смена категорий точнее смена смена постов люди меня на места вчерашних лидеров которые вчера были самыми крутыми приходят новые это нормально старые которые после того как поднялись там на вершину славы зарабатывали десятки тысяч долларов в день привыкнув к этому уже не могут понять что все таки все цикличное для того чтобы эти десятки тысяч до 5 крюка чтобы десятки тысяч долларов зарабатывать необходимо все таки проходить через этапы заработка 100 долларов в день 50 долларов в день ну естественно трудиться трудиться и гнуть так сказать свою линию это как раз таки отличает настоящего лидера вот человека который просто здесь залетный у меня есть очень много знакомств именно такие супер крутые мега лидеры которые но они и сами себя такими считают которых просто в одном проекте по залету была очень крутая классная структура да я знаю ребят ну это рубрика будет такая вредно курить я знаю и вам не советую начинать даже кто там не курит не не надо курить все очень плохо вот но знаете в чем показатель настоящего лидерства это когда вы будете заходить в разные проекты и у вас во всех в них будет структур будут структуры где-то поменьше где-то побольше но насчет бабок сейчас поговорим как раз все по бабкам будет вот теперь ну вот и это первое да то есть и в первую очередь человек не винит себя он винит проект где пишут что все говно да ведь да нигде не ну в чатах пишут ну что чат не читаете в чатах пишу все кругом говно пишут что все кругом херня уйду ка я например вот туда и ну и как бы люди себя пытаются найти в других нишах причем очень часто выбирают что-то такое прям странное кто-то в бизнес пытался идти много ребят кстати после левруса у нас ушли в реальный бизнес люди ну и что мы имеем сейчас возвращается народ потихонечку да то есть потыкаются люди помыкаются ты не спригинс а ты не спрыгали не ребят высоко я прыгать не хочу нафиг я так видео назвал чтобы просто ну привлечь к себе внимание естественно естественно я так не считаю хотя у меня такие моменты бывают блин что за херня и каждый раз когда допустим у тебя структура не растет ты думаешь это не я виноват это проект плохой и у меня такое тоже бывает но это не так обиван обиван согласен со мной молчит но это не совсем так друзья на самом деле для того чтобы развиваться в проектах ну нужно просто опять же я повторю гнуть свою линию 2 фразу очень популярная сегодня одна шлаch она выходит но при чем здесь одна шлачина то ни не выходит одна шлачина выходит хорошие проекты поста сейчас общее количество проектов значительно увеличилась то есть к стало очень много реально потому что создать собственный проект сегодня стало доступна абсолютно любому человеку абсолютно любому то есть даже у человека которого там особо и денег то не То есть нужно иметь в кошельке там 200 долларов, грубо говоря, и у вас этих денег хватит и на разработку, и на постановку скрипта, и на оплату домена, и даже на пару хайп-мониторов дешевых. То есть вот о чем речь, понимаете? Сейчас пока ни о каких проектах речь не идет. Ну, давайте, ладно, озвучу. Ну, например, возьмем сейчас, не будем без имен, но я уверен, вы все их знаете, да, то есть есть огромное количество хайп-блогеров, например, да. И сейчас почти все из них, ну, поголовно жалуются, что дерьмо, индустрия пропала, она испортилась. Да ни хрена она не испортилась, просто, ребят, вы не в те темы зашли, ну, не угадали вы. 200 долларов никогда не хватит на хороший проект, я согласен с вами, но дело в том, что кто-то умеет различать хорошие темы, а кто-то нет. Бывает такое, что начинающему блогеру подходит какой-то админ с говно-хайпом и говорит, ты у меня здесь будешь как сыр в масле кататься. Денег куры клевать не будут. Ой, денег куры, куры денег не клюют, в общем. Все у тебя будет там хорошо, квартира от МММ будет и все дела. И начинают там обещать всякие листинги, ну, естественно, люди туда там, новички особенно идут. Те, кто уже более прожженные, ну, они идут там за советами своих старших коллег и прочее. Ну, и бывает такое, что не угадывают. Просто идут к каким-то новичкам, админам, у которых нет абсолютного опыта, еще совсем непонятно, что у них в голове. Важно понимать, что каждый админ, почти все админы, которые начинают, ну, наверное, 90%, они твердо уверены в том, что они будут самыми честными админами в мире. И они это говорят искренне, им хочется верить. Но по факту недостаточно здесь вот в администрировании быть только честным. Нужен еще и опыт продвижения, если его нет, ну и обстоятельства, то есть что сегодня на рынке идет, все это нужно изучать. Если этого нет, то тема может не зайти, и любой хайп работает по схеме концы в той или иной степени, и в итоге долговые обязательства, они просто накапливаются, как снежный ком. И чем дальше влез, тем больше этих долговых обязательств, и тем тяжелее тянуть лямку. В итоге, когда новичок видит, допустим, в кассе 10-20 тысяч долларов, ну, то есть совсем небольшую сумму, когда все только началось, и, скажем так, первый период перерождения начинается, когда первый период застоя, то есть может быть такое в проекте, что и месяц вообще люди не идут, и два месяца не идут. И если маркетинг позволяет это пережить, то админу лучше попытаться этот момент пережить. Если не позволяет, ну, тогда просто проект либо скамится, естественно, либо админ, как в первом, так и в втором случае, может испугаться, и подумает, ну, я, блин, потратился уже на разработку этого проекта, вложил свои силы, время, ну, надо же хоть самому хоть что-то заработать, как это, я админ, и ничего не заработаю. И закрывают кассу. То есть это вот такие вот у нас сейчас времена. Но хорошие проекты, ровно в таком же количестве, каком они были и в 2014, в 2013, в 2012 году, они в таком же количестве присутствуют и сегодня. Просто одно дело, когда вы выбираете, например, один проект из 10, это было одно, да, а когда вы сейчас приходится выбирать один проект из сотни, это уже немножко другое. Это уже немножко другое, господа. Вот. Хорошие проекты есть. И они еще будут, и будут еще круче проекты. Вот, например, давайте так, я просто сейчас буду вам задавать вопросы, я сейчас особо, наверное, в моих вопросах будет заключена, наверное, часть будущего посылу, да, какого-нибудь, не в этом видео, а в дальнейшем, то, чем я буду заниматься. Вот, например, представьте себе, если бы была возможность поучаствовать в MLM-проекте, который платил бы 40-50% годовых, но и в то же самое время не являлся бы финансовой пирамидой. Вот. Вы вообще представляете, что такое вот может быть, или вы в это не верите? Ну, если чисто брать такую более даже пессимистичную точку зрения, такой вообще теории может быть сегодня или нет? То есть 40-50% годовых может давать не хайп. За Москвой денег нет, друг. Не верю. Может. Только нелегал. Значит, смотрите, теперь давайте предположим, что легальная тема. Тема легальная. И, ну, в теории, да, может. Вот я хочу сказать, что теоретически может. И мы с вами сейчас находимся на рубеже, чтобы это все дело проверить. Вот. И все это дело будет, если, допустим, все это дело будет легальное. Да, то есть представьте, легальная тема, MLM-ка, 40-50% годовых. Вообще, шоколад просто, да? Тяжело в это поверить. И теперь еще давайте возьмем, например, такую фишку, что, допустим, у этого проекта будет нечто, что просто неопровержимо доказывает его деятельность. И всем абсолютно понятно, откуда берутся деньги, от мала до велика. То есть, что это вообще несложно. Вот если бы был такой проект, вы бы в него пошли вообще? Ну, если бы вы точно были бы уверены, что да, действительно, это не хайп. Здесь нет мыльных пузырей, воздушных. Здесь нет схемы понца. Это все такая вот нормальная тема. Я думаю, что пошли бы. Я даже не буду дожидаться ваших комментариев. Хотя вы там сейчас сидите и думаете уже, наверное. Вот. Скажу, что еще нет ничего. Вообще толком ничего. Есть только одни обещания, есть одни догадки. Нет, Мерлим не скам еще пока что. Анарио, потерпи. Я думаю, он будет обязательно. Но пока что еще не скам. Я вот пару дней назад получил выплату. У людей денег нет. Смотри, какие вложения усилия. Ну, смотрите, вот теоретически я допускаю, что такой проект может быть. И, скорее всего, вот он сейчас будет. У людей много денег. Вот Рома правильно. Вот я больше с Ромой соглашусь, что у людей на самом деле много денег. Просто они любят говорить о том, что у них их не х**. Очень любят. Классика жанра. Мы начинаем перестраиваться на европейский тип мышления. И отходить уже от этих вот понтов, когда за кредит покупается х**. Классика, там, Гелендвайген или еще какой-то там х**. И на самом деле денег нет, а всем показывают, что они есть. Сейчас мы перестраиваемся уже на европейский тип, когда деньги есть, но всем говорим, что их нет. Это более правильная стратегия, более успешная стратегия. Вот вспомните того же самого Мавроди. Как он, в принципе, стал богатым? Да он всю жизнь свою ездил на копейки. Он всем показывал, что он такой же человек абсолютно, как и все остальные. Теперь вот по теме. Я знаю пока что немного, но, скажем так, я один из немногих людей, которые вообще имеют эту информацию. Теперь вы также будете вместе со мной. Значит, уже в июне будет как раз-таки вот такая вот тема по облачному майнингу. Я уже говорил буквально вскользь об этом. Сейчас я расскажу чуть-чуть поподробнее то, что мне известно. Значит, первое. В этой теме сейчас участвуют, ну, то есть над ее организацией самые первые лица, можно сказать, блокчейна в СНГ. Я не шучу. То есть я, к сожалению, не могу дать больше намеков. Меня очень просили этого не раскрывать. Это серьезно. И я не вру сейчас. Это первый момент. Второй момент. Во всю эту тему уже на данном этапе влилось порядка уже 9 миллионов долларов на старте. Третий момент. В Иркутске открывается электростанция. Электростанция для облачного майнинга мощностью в 1 мегаватт. На ее основе в этих цехах будут формироваться как раз-таки фермы. На данном этапе производится сборка этих ферм. Я в ближайшее время, как только, ну, вот аппаратура в более-менее большом количестве приедет уже в Иркутск, я туда полечу и вагоны тех видеокарт, ну, и айсиков, которые туда везут. То есть там реально огромное их количество. Какая там будет доходность? Ну, так, доходность там будет повыше, чем и на здесь майнинге, но ненамного. То есть, в принципе, если брать майнинг облачный и брать майнинг физический, да, вот как вот у себя дома, то, конечно, облачный проигрывает значительно, то есть раз в два. То есть кто себе может позволить, например, собрать ферму хотя бы за полторы-две тысячи долларов, конечно же, я всегда буду советовать собирать ферму. Ну, а те люди, у которых, ну, вот, которые писали, что денег нету, такие, ну, есть реально люди, у которых реально денег нету, и это ненужно. У меня ферма была из 12-286, а где же она делась, Петр? Почему крутые корпорации, владеющие огромными техническими мощностями, занимаются майнингом? Просто в этом не шарят. Это очень просто. Ты тогда и про майнинг не знал. Она не окупилась. Дашь информацию на старте темы. Хорошо. За два года. Петр, если ты майнинг в 2014 году, конечно, тогда майнить было невыгодно. Но это не означает, что если когда-то там ты на 280-х Родионах майнил, и это не окупилось, это не означает, что тема не поменялась сегодня. На сегодняшний день майнинг очень выгоден, и окупаемость идет 4-5 месяцев. 4-5 месяцев, если ты сборку делаешь сам. Если ты покупаешь ферму у перекупа, то у тебя примерно 6-7 месяцев. Ребята, я на эфире просто заработал за 3 недели 100% почти. Ни хрена себе. Да, те, кто сейчас майнят, они вообще очень хорошо себя сейчас чувствуют. Да, 2-3 месяца окупаемость фермы, если вы даже на данном этапе майните эфир и его не продаете. А продаете, например, со срочкой на месяц. То есть вообще очень выгодно. Так что, Петр, ты пересмотри. Петр, я знаю, что такое сложность. Ты просто следи за новостями и не живи в бункере последние несколько лет. Вот, серьезно. 2,5 тысячи рублей за 470. Вообще-то они стоят сейчас, их можно купить по 13-12 тысяч рублей. Можно даже по 10-500 купить эти 470. Да, в магазинах они стоят 20 тысяч. Ладно, Петь, мы сейчас не об этом. Про майнинг мы можем в конце этого видео поговорить, про физический. Я сейчас говорю о тех людях, которые, например, не могут позволить себе именно как раз такую ферму. Дело в том, что весь позитив входа в облачный майнинг заключается в том, что в нем может принять участие человек от 20 долларов. То есть если есть 20 баксов, уже можешь войти в тему и купить мощность, например, 1 мегахэш, скажем. Соответственно, для этого не требуются никакие знания особые, не нужно разбираться в компьютерах. Просто пришел, заплатил, зарегистрировал себе эфириум кошелек или биткоин кошелек и получаешь себе стабильно кусочки эфира на этот кошелек. Плюс ко всему, то есть в чем именно плюс как раз-таки для людей, у которых нет денег на ферму. Вот 20 баксов, то есть в облачном майнинге, это херня. То есть вообще, то есть это ни о чем. То есть у вас даже там на пачку сигарет не будет в месяц выходить, скорее всего, с этой суммы. Но, если мы говорим о майнинге, положенном на MLM основу, это дает возможность строить сеть. То есть им можно зарабатывать на сети. Партнерка предварительно будет следующая. Первый уровень 5%, второй уровень 3% и начиная с третьего по десятый по полтора процента от величины покупки мощностей. Будет также еще резидуалка, то есть доход от дохода. То есть это тоже будет. То есть вот такая вот тема. Теперь про законность. То есть я обещал в прошлом видео про законность рассказать, так и не рассказал. Я как раз вот был на блокчейн-конференции, там вот очень остро освещался вопрос законности. Законно ли вообще сейчас заниматься майнингом на промышленных масштабах, либо у себя дома. Значит сразу скажу, правовое поле Российской Федерации, оно абсолютно не подготовлено к майнингу. То есть закон вообще не понимает, что такое майнинг. Нет такого. То есть нет такого понятия, как там криптовалюты. Есть денежный суррогат, но криптовалюты, вообще такого понятия нет. Еще не подготовлено законодательство, и это так. И что же получается в этой ситуации? Я буду проводить аналогиями простыми, ну чтобы было больше понимания. Вот смотрите, есть например какой-то спицы какие-то для вязания, которые законодательство РФ просто не воспринимает. Для законодательства их не существует. То есть это аналогия, например, майнинг фермы. И вот вы покупаете эти спицы и покупаете, например, целый вагон ниток для того, чтобы связать огромное количество шерстяных носков. Вот эти шерстяные носки для закона, они ничто. И то же самое и дополнительная валюта. И вот если вы эти шерстяные носки вяжете у себя дома и никому их не продаете в рамках средств, из-за фиат не продаете в рамках Российской Федерации, так сейчас с приходом эфира на пост крупные пулы перепросят оборудование, не успел дочитать. Вот эти носки, если вы никуда не продаете, да, и вяжете их для себя, то вам ничего не будет. То же самое, если вы берете ферму и вы можете дома хоть и не знаю, хоть вообще все заставить эти фермы, майнить там в промышленных масштабах, если вам, конечно, электросеть будет позволять. Если вы добытую криптовалюту не будете продавать на территории Российской Федерации, никто вам ничего не скажет. Вы ее добываете для себя. Вы ее добываете для себя. Но, если вы продаете криптовалюту в рамках другого государства, например, через офшор, вам тоже никто ничего не скажет. Вот самый простой вариант, самый простой и самый удобный для большинства, как мне кажется. Берется офшорная система Advanced Cash, которой регистрация занимает, ну, наверное, минут так 3 или 4. Проходится верификация за несколько часов и заказывается пластиковая карта Advanced Cash. Есть возможность напрямую отправлять деньги, биток, например, биткоины на Advanced Cash. И вы получаете доллары в рамках, вне законодательства РФ. И вы этой карточкой можете снимать деньги с банкомата, рассчитываться в магазинах, и вы тем самым не нарушаете закон. Вы абсолютно законопослушный гражданин. Вы покупаете криптовалюту, точнее, вы ее производите криптовалюту, и вы ее продаете на биржах, на биржах меняете ее на биткоин, биткоин отправляете на свой офшорный счет от Advanced Cash. И вперед, и вообще ни одной буквы закона не нарушите. Все вообще, все чин-чин-арем абсолютно. У нас же закон как? Что не запрещено, то разрешено, поэтому пользоваться надо. Не исключено, что через несколько лет все-таки законодательство поймет, что оно втыкает конкретно, и происходит капитальный, точнее, отток капитала в той или иной степени из-за того, что это все не урегулировано, плюс теряется в налогах. И, возможно, в будущем ситуация изменится. Я думаю, что криптовалюту все-таки легализуют, но, возможно, нужно будет с майнинга платить какой-то налог. На данный момент даже этого не нужно. Поэтому, вот, допустим, если хочется организовать какое-то крупное предприятие по добыче криптовалюты, вы просто оформляете ее по документам как дата-центр, и все. Ставки тоже гарантии не дают. Правильная крипта в перспективе может выстрелить. Да, смотрите, майнинг это тоже риск в своей степени, но риск гораздо меньше, чем если участвовать, например, в хайпе. Почему? Ну, у вас, если вы участвуете в майнинге самостоятельно, собираете ферму, у вас всегда есть возможность хотя бы зачать... Ко мне звонили. Прошу прощения, я за этого сбилаю, сбил их. Надо было авиарежим на звонки поставить. Вот. Поэтому абсолютно нет никакой сложности, ну, нет таких вот рисков, как если ты заходишь в хайп и тебе нужно надеяться на админа. Нету. Ты майнишь. Вот сейчас точно, ну, резко ситуация вряд ли поменяется. С майнингом сейчас майнить очень выгодно. И если так даже случится, что, ну, блин, ну, вообще, весь нахер рынок криптовалют. Вот как Петр жаловался, что там у него были R400, или не R, а какие там 480-е радиомы у него были, еще старенькие, и вот он не окупилась у него. И вот тогда, да, тогда, ну, майнить было невыгодно. Да, 1080-е. Тогда вообще криптовалют было мало. Тогда биток в те годы просто давил все возможные криптовалюты. Сейчас майнить выгодно, так же, как в эфир, еще как минимум 7, 7 криптовалют. То есть, вот, это Music Coin, это Ethereum Classic, это Ethereum, это Zcash, это, как называется еще одна, я ее не пользуюсь, тоже на N как-то называется. Вот, как минимум 7 позиций. То есть, если зайти на WhatToMine, то вы увидите просто, это сухие факты, это не взято с потолка. Эти цифры высчитаны, исходя из мощности аппаратуры, исходя из потребления, исходя из стоимости, исходя из сложности майнинга той или иной криптовалюты. Вообще круто. Эфир, вообще, я бы сейчас рекомендовал, ну, как лично я буду делать, я буду стремиться к тому, чтобы уже к осени на моем кошельке эфира было более 1000 монет. Я хочу, я сейчас всю ту, что ту аппаратуру, которую я буду ставить, это ни много ни мало на миллион рублей все-таки. Я не знаю, выдержит ли у меня квартира электросеть, ну, в квартире электросеть на такие мощности. Ну, а тем не менее, все, что будет намайнено, я буду оставлять. У меня квартира идет в том, что двухэтажная, поэтому, возможно, выдержит. Второй этаж, поэтому, может быть, и выдержит Петр. Посмотрим, если еще не выдержит, я что-нибудь продам. Вот. Так что, я думаю, я думаю, буду еще все-таки за эфиром в том числе. Да, 10 киловатт, ну, смотри, 10 киловатт, ну, я посчитал, моя установка будет жрать где-то без пиковых каких-то нагрузок, с даунвольтом, я думаю, 7 киловатт. Я думаю, должна квартира выйти. Там, 3 киловатта, я думаю, на жизнь должна выйти тоже. Ну, это, смотри, ты считаешь по старым видяхам, учитывая, что новые 470-е, благодаря уменьшению техпроцесса до 14 нанометров, они жрут более чем в два раза меньше электричества. То есть, там потребляемость одной видеокарты с даунвольтом, там, ну, с райзерами, где-то выходит 150 киловатт. Одной, ну, 150 ватт. Одной видеокарты. Да, это немного. Но я делаю в том, что ферму буду ставить на 8 видеокартах, поэтому буду экономить на других комплектующих. Плюс ко всему, я заказал реально очень хорошие блоки питания, которые платинового уровня, и там экономия электроэнергии еще до 10% экономия мощности. Ну, благодаря реально хорошим блокам питания, серверным. Так что, вот такие вот дела. Поэтому, что у нас получается? Сегодня, мне кажется, что большая часть хайповиков, ну, точнее, даже не большая часть, а какая-то просто солидная часть хайповиков, наверное, переключится на тему криптовалют. Часть хайповиков, не разобравшись с этим, идет в шляпы коины, говно коины. А другая часть уже давно торгует и майнит. Третья часть не хочет с этим соглашаться, и в этом распираться и остается в хайпах. Я думаю, что сейчас, на данный момент, это настоящее трендище, и люди будут реально на это переключаться. Ну, потому что все-таки это что-то физическое, это что-то реальное. Это чуть-чуть больше, чем просто схема функции. И благодаря тому, что эта ниша сильно развивается, вот можно поднимать такие хорошие проценты, очень даже хорошие. И будучи и просто инвестором на криптобиржах, и будучи майнером, и даже участвуя в облачном майнинге. Но только в ситуации с облачным майнингом, естественно, нужно выбирать, если у вас особо денег нет и знаний нет, то нужно тогда выбирать MLM-ный облачный майнинг. Ну, такой, чтобы все-таки корреляция происходила между выгодностью для инвестора и выгодностью для вас, как для партнера. И лучше все это дело совмещать. Я однозначно буду участвовать в этой теме с облачным майнингом. Однозначно я буду стараться одним из первых вообще вещать об этом на этом рынке и показывать, чтобы начать захватывать, скажем так, структуры. Ну, я вообще себя в этом вижу. Я думаю, что есть большое количество людей, которые хотят в этой истории поучаствовать. Поэтому жду июня, так сказать. Жду июня, и в июне будет что-то мощное. Наверное. То есть это... Да, там 40-50% в год будет в криптовалюте. Ну, примерно. Там-то оно, конечно, видно будет. Ну, это нормально, кстати, ребят. Это нормально. По деньгам... Нет, по-моему, там будут пакеты, как гиназис майнинги, двухгодовые. То есть там не годовой, а двухгодовой будет. Через год будет 10%. Посмотрим, как будет. Еще ничего неизвестно. Давайте, ребята, просто я вам говорю то, что сейчас сам знаю лично. Я знаю просто этих людей. Это... 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 Это очень... У них должно что-то интересное получиться. Ну, это во всяком случае интересно. Я не говорю, что у них все получится точно. Это будет известно уже ближе к июню. Просто следите за мной, за моим каналом. За... Показывать все. Что случится в всяком случае, я об этом тоже скажу. Вложил 100 баксов, получил 150. Нет, не совсем правильно. Вложил 100 монет эфира, получил 150. Ну, или вложил энное количество долларов, эквивалентное, например, 100 монет эфира, получил 150 монет эфира. Ну, это чисто вот для простоты расчетов. Или 10 монет, 15 монет, одна монета, вторая монета. Соответственно. То есть, процент будет выплачиваться не в фиате, будет выплачиваться в том... Сочность, которую вы покупаете. То есть, будет так. Еще у вас какие-то вопросы? Про Ореховских... Группировка преступная, что ли? Нет, не слыхал. Ну, лихие 90-е, если дела. Ладно, ребят. Я желаю вам удачи. Возможно, сегодня еще, если будет что-то интересное в голове поделиться с вами, то расскажу. Ну, Петр, жалеть меня не нужно. У меня все более-менее, слава Богу. Вот. Вообще, жалость-то плохая штука. Да ничего я не посидел. Я, вот как раз-таки, для того, чтобы не посидеть, я буду заниматься майнингом. Я сейчас вложил, потому что имел достоверную информацию. Еще месяц назад о том, что, ну, эфир от нормальных людей. Не от просто, там, от аналитика. От нормальных людей, которые в этой сфере с бутерином тусуются. Поэтому я купил эфир. Вот. То есть, как бы, я понимал, что сейчас будет в мае. Я об этом говорил еще месяц назад. То есть, я эту информацию транслировал. Если так наугад покупать крипту, я тоже этого делать не хочу. Поэтому я буду его сейчас майнить. Майнинг, он как раз-таки позволяет купить крипту в два раза дешевле. Вот. Грубо говоря. То есть, покупаешь сегодня, если она движется в одном коридоре, например, и не скачет, да, вверх-вниз, то ты покупаешь ее в среднем, и при условии более-менее стабильности цены, ее примерно в два раза дешевле, если ты поставишь себе майнинг-ферму. Нежели ты ее покупаешь просто на бирже. Поэтому, ну и плюс еще у тебя остается аппаратура. Здесь риски в разы просто меньше, поэтому я переключаюсь на майнинг. Вот так. Все, ребят. Спасибо вам за внимание. Если будут вопросы, обращайтесь в комментах здесь или в личку. Всех обнимаю. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok